Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма Парамедик. Приятного просмотра! На место ДТП прибыл автомобиль скорой помощи. Фельдшеры начали оказывать пострадавшим первую помощь. Среди них и наш главный герой Анхель, который под шумок умыкнул очки из разбитой машины. Проводив свою девушку Ванессу на работу, клептоман пополнил ними свою коллекцию ворованных очков. С напарником они прибывают на место очередного вызова, и когда Рикардо выходит из комнаты, Анхель сразу начинает шмонать вещи покойной старушки. Свою добычу часы. Он тем же вечером в кафе продает скупщику, а ворованное колечко он оставляет себе. Свои грязные кроссовки мужик тщательно вытирает о коврик соседей. Возвращаясь домой, он вступил в дерьмо собаки, которая постоянно лает за соседской дверью. Анхель тот еще ревнивец. Он подозревает, что Вани постоянно общается по телефону с каким-то хахалем. Также у пары есть более явная проблема. Девушка уже давно не может забеременеть, и теперь Анхелю необходимо проверить своих живчиков. Поздно вечером Вани ушла на учебу, а мужик покуривая сигарету с ненавистью смотрит на соседа и его собаку. Ночью собачий лай не дает ему заснуть. Спермограмма показала, что у Анхеля, кроме того, что мало головастиков, они еще и крайне ленивые и не способны проникнуть в яйцеклетку. Вани он об этом, конечно же, не сообщает, а предлагает просто почаще пробовать. Пока девушка принимает душ, ревнивец читает ее переписку. Собеседником оказался одногруппник Роберто. Во время очередной смены у пострадавшего начались судороги внутри скорой, и вместо того, чтобы следить за дорогой, Рикардо начал вертеть головой, и в них врезался грузовик. Прошло какое-то время, Анхель плачет в душе, и Вани пытается его успокоить. После аварии мужчина остался парализованным ниже пояса и теперь вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Он постоянно просит Вани что-то ему подать и продолжает ревновать к Роберто. На общественном транспорте Анхель добирается до реабилитационного центра, а по пути узнает о программах шпионок за человеком через его телефон. Домой к паре приходит Рикардо. Он вроде и переживает из-за случившегося, однако вину не признает. Но Анхель все, что о нем думает, высказывает мужику в лицо. Позже он просит Вани купить ему мороженое, и пока ее нет, устанавливает на ее телефон хакерское приложение. Девушка уехала на учебу, и теперь Анхель следит за ее передвижением по городу. Ночью собака снова мешает ему заснуть, а утром он пересекается с ненавистным псом и его хозяином. Любит лаять по ночам, да? Да, когда остается один. Я по ночам посещаю жену в больнице. Реабилитация длится уже продолжительное время, но результатов все нет. Анхель психует на реабилитолога и, не доделав упражнения, требует подать ему коляску. Но врач вынуждает пациента добраться до транспортного средства самостоятельно. Он смачно занюхивает волосы врача. За столом Ванесса рассказывает, что устраивается на стажировку в ветеринарную клинику, и работать в холл-центре она теперь сможет только на полставки. Анхель говнит и ругается, мол, теперь им не будет хватать денег. На этом ужин был окончен. Ночью мужик следит за девушкой через камеру ее телефона. Песик снова не дает спать, а тут еще начали мучить боли. Вани на звонки не отвечает. Он закидывается охапкой таблеток, которые находит на кухне, а пузырек зачем-то прячет под матрас. С утра он наезжает на девушку за то, что она не оставила ему таблетки, а также на всю ночь отключала телефон. Вани уверена, что таблетки она покупала и оставляла их в шкафчике. Анхель упивается ее чувством вины и заставляет сейчас же пойти купить нужные лекарства. Оставшись один, он берет кусок мяса и утыкивает его иглами. Позже в парке, обнаружив место выгула песеля, он подзывает его к себе и скармливает опасное лакомство. Ночью Анхель подслушивает, как Вани жалуются на него подруги. Та уговаривает девушку поскорее его бросить. Вернувшись с работы, Вани видит, что Анхель устроил романтический ужин и просит ее надеть подаренное им платье. Девушка напряжена и ее любимое блюдо не особо поднимает ей настроение. Хитрец принял превентивные меры и не дает Вани возможности его бросить. Он обещает быть пайникой и даже предлагает переоборудовать комнату под кабинет для учебы. Приняв Виагру, Анхель понадеялся пробудить своего дружка, но увы, он ничего не чувствует. Пока инвалид принимает душ, Вани обнаруживает, что ее молодой человек все это время шпионил за ней. В попыхах она собирает вещи и пулей вылетает из квартиры, даже не подав засранцу полотенце. Проходит месяц, Анхель скупается в супермаркете и злится на своего одноклассника, работника зала, который его узнал. Он только сейчас вернулся к занятиям по реабилитации. Еще какое-то время спустя в подъезде он встречает печального деда, уже без собачки, а также без жены, которая умерла тогда же. Новый год он и сам встречает в одиночестве. Спустя три дня двухколесник на такси подъезжает к колл-центру, где работает его бывшая. И что же он видит? Ее на мотоцикле встречает Рикардо и целует в губы. Анхель командует ехать за парочкой. Те остановились у детского магазина. Девушка беременна от человека, который сделал из него калеку. Позже у своего знакомого врача Анхель закупается морфином. На следующий день он подкатывает к Ване и просит пройти с ним, чтобы по-человечески попрощаться. Доехав до дома, он также просит ее подняться наверх, чтобы забрать свои вещи. Там он уже начинает хамить и отправляет девушку за вещами в комнату. Подъехав, он делает ею кол в задницу и вырубает. Пришла в себя пленница только утром. Рот и руки связаны. Чтобы соседи не услышали сдавленный крик, инвалид включил музыку и уехал по делам. Обеспокоенный Рикардо оставил у нее на телефоне кучу голосовых сообщений. Анхель от лица Ванессы расстается с любовником и выкидывает ее телефон в реку. Бедняжка пролежала в кровати целый день, слушая на повторе одну и ту же мелодию. После такого она соглашается больше не кричать. Наконец Вани смогла выплюнуть кляп. Анхель поздравляет ее с будущим ребенком и тут же девушка начинает вопить. Кляп и повязка возвращены на место. Бывший парамедик угощает ее еще одной порцией морфина. На следующее утро в дверь звонит обеспокоенный сосед. Дед возмущен, что вчера целый день громко играла музыка. А еще он видел, как в квартиру заходила Вани и он уверен, что слышал ее крик. Анхель ему врет, что это была проститутка. Реабилитологу он сообщает, что они с девушкой ждут ребенка. Вечером у дома спрятавшись за колонной, Анхеля ждал Рикардо. Он вынужден признаться, что они с Вани встречаются и что девушка пропала, из-за чего он очень переживает. Анхель же притворился, что ему плохо и поскорее сваливает от него. Вани приходит в себя, но она не чувствует ног. Бывший ввел ей эпидуральную анестезию и временно лишил возможности ходить. Девушка в отчаянии пытается уползти от этого урода, но ее усилия тщетны. Рикардо посылает Анхелю одно сообщение за другим и требует раскрыть правду, если он что-либо знает о Вани. Но Анхелю не до него. Он устроил романтический ужин и сообщает беременной, что планирует назвать ребенка Анхелем, если родится мальчик. Долгое время девушка вела себя отмороженно, но затем резко схватила бутылку из-под вина и разбила ее о голову бывшего. Она ползет и зовет на помощь. Но Игла снова вонзилась в жопец, и беглянка замерла. В двери ломится сосед и грозится вызвать полицию, так как совершенно точно слышал крик Вани. Анхель запускает деда в квартиру, и пока тот пялится на обездвиженную девушку, психопат начинает методично колоть бедного старика ножом. Чтобы прибраться, он вызывает по телефону бандита, которому продавал краденое, и упакованного в ящик деда увозят в грузовике. Следующими гостями стали полицейские. Они расспрашивают его о Ванессе и Рикардо, который и обратился в полицию. Далее при помощи флэшбэка мы видим, как Анхель находит в вещах Вани ключи от квартиры Рикардо и подкараулив в ванной делает укольчик и ему. А затем через лейку вливает в горло отраву и огромное количество алкоголя. На стол убитого он подкидывает наркотики. Анхелю удалось убедить полицию в своей непричастности. Детская кроватка собрана, а будущая мама привыкает быть колясочницей. Мужик делает ей предложение, но кольцо мертвой бабки невеста получит только тогда, когда он начнет ей доверять. Вани попросилась в ванную, и там она отыскала кусачки для ногтей. Ночью у девушки поднялась температура, и Анхель отправился в аптеку, не забыв ставить Вани кляп. Достав из укромного местечка между ног кусачки, девушка принялась уничтожать веревку, сковывающую ее руки. Ей удалось освободиться, но ноги не держит, и Вани остается только передвигаться ползком. Дверной замок она взламывает при помощи отвертки. Падая и заново подымаясь, она выбралась на лестничную площадку, и тут на лифте подъехал Анхель. В панике девушка сползает по лестнице, психопат преследует ее таким же способом. Во время борьбы он хватает беглянку за ноги, волосы и живот, но Вани начинает его отталкивать к краю площадке, и не давая возможности удержаться, истыкивает его отверткой. Через пять пролетов тело рухнуло на бетонный пол. Кошмар для девушки наконец закончился, и она расплакалась. Анхель выжил, но вряд ли он этому обрадовался. Он полностью парализован и зафиксирован в кресле в скрюченном состоянии. Анхель также утратил возможность говорить, поэтому не смог возразить, когда Вани вызвалась приглядывать за ним. Можно только представить, сколько всего интересного она будет творить с этим неподвижным куском говна.